шалом мы с вами продолжаем тему кашрута и возьмем одну очень-очень большую тему которая у нас займет собственно говоря несколько недель у нас будет небольшой перерыв по поводу кошерности ханукальных свечей но это в зависимости от того как вы будете продвигаться с равтрушиным может быть оставлю это целиком на его совести когда мы говорим и про мясо молоке мясо в молоке эта тема очень большая скажем так уровень а который учится законы кашрута фактически там есть три под темы основные это милиха засолка мяса с точки зрения практического применения очень мало почему в таком случае это требует от практически от любого человека который учится на раввина потому что там есть огромное количество принципов которые нужно понять потом басарбе халав и сурвей тер запрещенное разрешенное это три темы басарбе халав на самом деле занимает процентов 40 и по-хорошему если вы хотите это выучить где-нибудь годик нужно на это с утра до ночи без остановок если голова хорошо работает цена я согласен что может быть какой-нибудь гений которые это осилит за 4 месяца знаю таких несколько человек может даже не супер может супер гений быстрее сделать может быть снова таки зависимости от того какие изначально знания по теме у человека были но то что мне важно именно в этой теме когда мы говорим про и сурвей тер там есть несколько вещей которые нужно помнить но там все сравнительно черно-белое есть червяки понятно что нельзя кушать есть свинина понятно что и нельзя кушать главное что понять проверить что что это запрещенное басарбе халав в принципе эта тема которая практически целиком учится из слов мудрецов какой басарбе халав нас запрещен до урайта и у даты со мной где-то да значит и когда мы говорим про басарбе халав то написано в торе три раза ле ты вошел где бы халев ему не вари козленка в молоке его матери и и когда мы говорим и про козленка в молоке его матери сразу возникает вопрос только козленок только его мама ответ до урайта будет понятно что мы говорим про корову овцу козу то есть про любое домашнее животное которое было принято в те времена кошерное естественно не домашние животные по большинству мнений даже если они кошерные сюда не входят тасс вот говорит что да и если это олень какой-нибудь то тоже будет такой же запрет цена птица сюда входит мы сказали что с точки зрения шхиты и крови это до урайта точки зрения басарбе халав у меня запрет только корова овца коза никакой птицы здесь нет птичьи молоко ставьте детям в конфетах может быть а может и не быть нет логика твоя только что схромала потому что ты прослушал что я сказал буквально минут назад что за исключением тос вот все говорят что все кошерные животные у которых есть молоко и у них это не до урайта у них это не до урайта только тос вот считает что это до урайта почему и почему эти три животные которые ближе к человеку считаются самыми первыми кошерными чем полевые животные объясняю потому что когда мы говорим про этих животных то это те животные которые приносятся в храме на жертвенники в храме если бы ты меня спросил по поводу голубей которые приносят молоко то может быть голуби бы этого удостоились их тоже приносит в храме голуби горлица точнее голубята и горлицы это птицы которые приносят в храме другую кошерную птицу в храме не приносит других кошерных животных в храме не приносит то есть без дарабанан голубя можно было говорить молоки как и любую другую птицу тос вот не пишет про голубя видимо не у него не получилось его подоить когда мы говорим про молоко то мы говорим про молоко тех же самых трех животных то есть корова овца коза если это будет китовое молоко то это не будет запрет если это будет кумыс то если кто-то сварил баранину в кумысе кумыс это слабоалкогольный напиток который делается из молока лошади если но есть такие блюда когда баранину варят в кумысе запрет не будет как его доить некошерная то это все некошерная ни разу не слышал что французики это используется но если ты сказал то наверно да а есть там и акулы и лошади какие-то такие он сказал про кита тоже некошерная будет я тебе скажу что если ты сможешь выдать у акулы хоть что-то нобелевское премию ты уже заработал нет змея на змеиный яд не будет считаться некошерно это не значит я тебе разрешаю кушать не кушай козленочкам низ уже не станешь сразу копытца откинешь как прежде всего мы говорим что это не еда по определению бед этап решит это то что вышло из его тело это не продукт который вышел а это как слюна грубо говоря верблюд не кошерный как бы так сказать аккуратно чтобы не было ни у кого реакции все-таки обедали не так давно понятно что отходы жизнедеятельности это может быть не только слюна то может быть намного хуже они не рассматриваются как часть животного они уже рассматриваются как сами по себе в отличие от молока который не является отходом если это отходы то мы говорим они уже никакие у них уже связи нету но они едой не являются все отходы по определению мы их не рассматриваю как еду это же важный компонент может быть если бы мы их рассматривали как еду изначально то может быть в таком случае мы не назвали их отходами но если мы говорим про отходы туда можешь если очень захочешь я так и думал не понял зачем ты спросил но тем не менее когда мы говорим про мясо до ура это мы сказали мясо с точки зрения мяса с молоком какие три мяса раз два три козла ответишь когда он не дает коза да но то еще пойдешь ты козла и потом скажешь мне сказали что он дает козерное молоко а а когда мы говорим про молоко тех же самых животных это до урайта что у нас запрещено до урайта три действия мы сказали что второе написано трижды но ты ваша ликди бы халявы но не впустую вторе не бывает впустую если написано дважды или трижды это значит что мы учим из этого дополнительные вещи первое что нам запрещено это варить их кушать то что сварено мясо с молоком и третье получать от этого какой-либо выводы удовольствия цены то есть продать не еврею я не могу дать собаки я не могу не могу если зарезал корову и понял что нож зацепил за косточку корова не кошерная могу продать это не евреи конечно более того мусульмане это отхватывает для них это халаль плюс 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 для нас их халалит пустышка это вообще ничего с точки зрения кашу то халаль это 0 цена с точки зрения мусульман зарезали и нож стал некошерным это супер-вупер-пупер халаль у них таких даже нету не понял какой нож ты имеешь ввиду что что им нельзя резать колбасу ты это имел ввиду нельзя резать колбасу ну это из-за крови которая впиталась не потому что он называется некошерным ну для чего он не кошерный еще раз для шхиты он кошерный то что я сейчас сказал он стал некошерным с точки зрения использования для шхиты мы я вам приносил показывал нож если там зацепилась за кость то там будет выщерблена и он становится некошерным то есть все что ты этим ножом зарезал с выщербленной оно непригодно это ниши неправильная шхита это будет запрещено я сейчас это имел ввиду цена и того мы сказали сварить съесть сваренное и получать выгоду а то есть сваренное а что есть не сваренное если ты сейчас берешь чизбургер с говядиной то то это термообработка сыра вместе с мясом это запрет до урайта ты сейчас кушаешь котлеты по-киевски это котлетка которая потом сливочное масло потом мука там быкицу упаковка жесткой из муки понятно еще раз варится в молоко мясо в молоке оно сваренное как можно говорить не кушай это сваренное оно же сваренное объясняю я не варил мухаммед взял и сварил корову в молоке он говорит я это варил ты там огонь оставил как раз я взял на твоем огне это сварил то есть нееврейскую варку мы можем убрать каким-то образом ему это запрещено варить сварил сварил но у него такого запрет нет какой запрет кашу то есть у неевреев чуть чуть более глобально нельзя есть от живого это одна из семи заповедей но вы сможете сказать что мусульман есть еще свинину христиане тоже раньше не кушали оставим и с этими проблемами мы сейчас говорим про наши проблемы я могу или не могу сейчас могу или не могу съесть то что сварил мухаммед кошерную говядину в кошерном молоке ну конечно что ты пишешь я ничего не пишу тогда убери пожалуйста а ты ладно ваня мы по-любому не можем кушать априори молоко сваренное с мясом мы сейчас говорим уровень до урайта понятно сначала какая разница кто его варит нету разницы я к тому что мы специально я разделяю я разделяю след за этим что даже если не ты варил сварил кто-то другой он запрета не делал мне все равно сейчас это запрещено кушать потому что оно сварено сто процентов в чем вопрос а теперь другой вопрос который меня спрашивал здесь человек который когда-то учился после того как он уже ушел он говорит я начал работать в некошерном ресторане говорит я там не кушаю я говорю говядину в молоке ты варить не можешь никаким боком потому что даже если не пробуешь не кушаешь ты сейчас тем что ты сваришь даже если ты подашь это не еврею ты сейчас сварил не кушал запрет деурайта я не понимаю все я не понимаю почему написано не кушай свареное да понятно чего кушать то не надо зачем написано такое варить не нужно есть эти смотри что написано в торе ле 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 там написано не кушай что там написано что написано не вари не вари из-за того что это написано еще один раз я говорю это не только не вари а это и не кушай вареное так это само собой почему так как можно говорить если мне запретили варить то кто сказал что я не могу сейчас вани сварить запрет вообще стоит на совмещение молочного с мясным это ты сказал сейчас так первое нету такого еще раз ты сейчас говоришь я в общем целом обобщаю этот запрет как мясо с молоком по жизни нашей так выходит так выходит после того как мы рассматриваем все про все ты можешь вкратце так подвести итог хотя это будет слишком упрощено я тебе сейчас говорю по этапам запомни первый этап с точки зрения мяса мы рассматриваем 1 2 3 с точки зрения молока 1 2 3 с этом с точки зрения запрета 1 2 3 один запрет варить второй запрет кушать третий запрет получать от этого удовольствия без всякого удовольствия разбуди пока не упал боялся что упадешь после этого мы говорим на самом деле кушал мясо с молоком жизнь в жизни постоянно постоянно давно вкусно два года как не уже ты два года я 29 лет наверное где-то плюс-минус а я не знаю если в этом есть привилегии я тебе скажу какое мясо с молоком я кушал когда делали котлеты дома в мясо добавляли хлеб который замачивали в молоке котлеты из-за этого получались более мягкими этого я никогда не пробовал в мое время пиццы еще не было в мое время пиццы еще там не было я с пиццами познакомился уже в Израиле я знаю что они есть но я в некошерные здесь не заходил поэтому их тоже ни разу не видел только в фильмах но снова таки сегодня мы не кушаем если человек не хочет кушать и он не покупает специально какую-то еду или сам не делает специально в Израиле как у тебя получится мясо с молоком? почти никак почти никак но мы будем здесь учить очень много подробностей в частности из-за посуды потому что основное деление на мясную молочную посуду и огромное количество законов которые вытекают и которые мы должны знать и помнить и принципы чтобы не запутаться между мясным и молочным это не только сколько времени ждать это целый ряд вещей которые мы должны будем учить мясо с молоком мы не будем учить все я сказал не кладите в котлеты молоко все все понятно и просто все понятно и просто закончили тему нет мы ее даже не начали практически вся тема будет у меня упираться в то то как я это буду делать то есть мы с вами поговорим отдельно про время сколько нужно ждать шесть двадцать четыре ну что шесть ты не серьезный товарищ двадцать четыре уксус сын вина вот мой папа ждал 24 часа сутки он ждал между после мясного а я ждут всего лишь от трапезы до трапезы то есть шесть часов так что уксус ты час в европе да в море есть споры в море есть одно мнение которое это говорит от трапезы до трапезы и есть другое мнение которое говорит первичное переваривание первичное переваривание это 4 мили 72 минут но округляется до часа цена мы поговорим и про одно мнение и про второе мнение и про мнение рабейные рухома который посредине влез точнее его вставили и как его вставили и почему и про мнение которое не принято калахе но в море упоминается что можно достаточно прополоскать рот и про мнение 24 часа и так далее это мы поговорим точно так же мы с вами затронем тему можно ли кушать за одним столом мясное молочное нельзя можно если я сделаю перегородку или если каждый будет уже за персонально у каждого персональная салфетка или у каждого персональный стол или или есть целый ряд или которые могут разрешить но ответ если спрашиваешь можно ли кушать за одним столом однозначно нельзя в целом ряде случаев можно будет разрешить но ответ нельзя я видел как человек режет мясным ножом колбасу и он сказал то есть мясным ножом режет холодное масло сливочное и он говорит что можно потому что это холодное да нет я не сказал что это из великих знаний он давно давно уже в этой теме нет то есть если холодное почему можно потому что ты не варишь откуда он это взял тогда объясните пожалуйста знаешь если кто мне говорят что кто-то нарушает и просит объясните мне почему он нарушает то у меня возникает интересный вопрос я знаком с этим человеком чтобы знать почему он нарушает значит технически может быть он пытался высосать это из темы что бедиават если человек взял не твердое твердое масло обычное масло и намазал то бедиават масло оно мягкое внутрь ножа это вкус не загоняет поэтому достаточно будет его скотчем помыть бедиават лихадхила никто этого не разрешает лихадхила никто этого не разрешает нельзя взять мясное использовать для молочного или наоборот объяснение было что это не варка какая разница ты не можешь взять сейчас мясной стакан и сказать а я из него попью холодное молочко оно у тебя это молоко это мясное ты не можешь их смешивать бедиават если ты случайно это сделал да бедиават ничего не произошло в данной ситуации если я случайно налил в мясной стакан молоко выпил после этого я хорошо помыл с мылом стакан особенно если он стеклянный или если он даже не стеклянный если я хорошо с мылом помыл керамический все равно не поможет но если не керамический стеклянный металлический пластиковый в принципе есть место сказать все нормально бедиават снова таки нужно проверять лихадхила нету таких вариантов человек который говорит так он полагается изначально говорит а чего ну если бедиават разрешили так я так сделаю кто тебя разрешил это бедиават разрешили никто так не разрешал поэтому почему этот товарищ у него горе от ума не знаю видимо от того что ума не хватает или от того что знаний не хватает потому что некоторые по шапкам а потом говорят мне что можно мясное с молочным за одним столом кушать разделить потому что ответ нельзя я специально это подчеркиваю и не потому что нету ситуации когда можно нельзя но есть ситуация когда можно да есть ситуация когда можно мы когда учим мы должны понять где граница запрета потом понимая где граница что у тебя в такой ситуации можно разрешить а где граница что бедиават здесь пройдет и так далее вопрос на холодильник сильно это навряд ли распространяется что в холодильнике должно быть две секции что там все холодно ты их не употребляешь ты их не варишь вопрос по большому счету там разливается или не разливается в это больше упирается не разливается если ничего там не разливается то в принципе никакого ограничения здесь другая ситуация я испугался кто сидит в холодильнике масло сидит в холодильнике и масло ему отвечает я здесь сел отдохнуть нет другой понимаете вопрос из жизни он говорит нельзя оставить колбасу рядом с маслом надо разделить их в холодильнике то есть там можно я тебя шокировать можно я попил каблеты нормально попил хорошо значит если сухая колбаса не очень жирная и у тебя есть совсем замороженное масло и ты положишь их друг на друга без ничего то с ними ничего не произошло вообще даже если они трогают другую когда у меня появляется проблема в трогают когда у меня появляется проблема в трогают когда это у меня мокрый контакт жирный контакт соленый контакт там у меня появляется проблема холодный не жирный не влажный контакт открытые и лежат друг на друге ничего не произошло замороженное тогда найди мне кусочек мяса которого не будет который не будет влажный я скажу что никакой проблемы нет но есть нет может быть мясо но снаружи может подсохнуть это бывает если он снаружи подсохло и ты сейчас это положили на кусок сыра большой который снаружи у тебя засохший никакой проблемы нет